Ну, ты понимаешь, ты же как наркоман из-за дозы сделаешь всё, что угодно, а то, что ты про алкоголь говоришь, это никто не знает, а то, что ты, как говорится, зависим и всё, что сделаешь за дозу, это все знают. Можешь говорить. При чём здесь доза? Ну, вот тут недавно я решил попробовать разочек другой ЛСД, да, и как бы не стесняюсь этого, на самом деле. А ты в курсе, что у нас прямой эфир вообще? А, всё, понял, я просто так предупредил, на всякий случай. Да, мне, честно говоря, глубоко начихать. Зависим и всё, что сделаешь за дозу, это все знают. Да, мне, честно говоря, глубоко начихать. Так вот, под этой штукой мне тоже дали кое-что посмотреть. Просто вы хотите откровенный разговор, откровенный, вот я вам даю откровенный разговор. Посмотрите, я не считаю ЛСД тяжёлым наркотиком, каким-то плохим, который как-то очень там плохо влияет на человека. Поэтому наркотик – это такая вещь сугубо личная. Огромное количество людей, да я уж не говорю про 99,99% всех музыкантов, актёров, писателей и людей, так иначе творческих художников, они все так иначе что-то употребляют. А ведь так и так и нет. Я думал, это чебурашку. Мог человек написать, который не употреблял что-то? Чебурашку с крокодилом Геной. С крокодилом, который ходит по улице и разговаривает. Я даже не знаю, чебурашка – это вообще кто? Чебурашка. Чебурашка. Ну, это даже не обезьян. Тяжёлые наркотики – да, героин, кокаин – да, лучше не трогать. Но более лайтковые какие-то, типа той же травки, например. Я не вижу в ней ничего плохого. Зависим и всё, что сделаешь за дозу – это все знают. Самые яркие, самые крутые приходы информации, которые ко мне приходили, когда я понимал, осознавал, выстраивал полный пазл у себя в голове, а потом вам его рассказывал, и вы прекрасно это воспринимали. Происходили у меня исключительно благодаря, сами знаете, чему. Ну, и как я могу после этого говорить, что все наркотики – это зло. Ну, при том, что ты себе не принадлежишь, поэтому мы можем тебе разрешать или не разрешать, а ты будешь, как бы, получится тебе что-то сделать, то, что мы тебе предложим. Ну, сделаешь, не получится, найдём другого Сулу Гудмана. Их же в интернете много, а Котляров, Тимовский – это индивидуальные личности. Я хотел заявление сделать своё о том, что я не буду в этом участвовать, в этой конференции. Перехотел, скажем так, участвовать в этом по причинам того, что вот, Сергей, ты меня не устраиваешь как организатор этого мероприятия. Вначале я позитивно был настроен к этой теме и старался как-то на сближение идти, но вот ты всё больше, как бы, таких косяков допускал, которые все вместе собрались, и я уже как-то вот перехотел, скажем так, участвовать в этом. Причины, собственно, ну вот, вчера Тимовский примерно все их перечислил, и я с ними согласен. То есть оскорбление моих зрителей, когда ты их идиотами всех назвал, твоё заявление о том, что яйца есть только у тебя, когда ты на первой же конференции по сути оскорбил всех блогеров, которых звал. а потом ты и в мою сторону такие шпильки откалывал, ну и в самом начале у тебя такой был прокол с враньём, это, по идее, не деловой подход, ну и в целом у тебя ЧСВ достаточно зашкаливает, и твоё поведение мне не нравится. Как организатор ты меня не устраиваешь. Титаник не тонул, он благополучно достиг соседних земель, и пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник 50% в кавычках погибших самолётов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый Бог», рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения Санникова также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Бёрн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok